Шамиль Кадилов из села Агвалий вытащил своего друга из замерзающего водоема. Руслан Магомедов из села Кутеша, рискуя жизнью, спас родного брата-близнеца, провалившегося под лед. Умар Тагиров, уроженец Кизляра, спас маму от угарного газа. Но среди юношей есть и девочка с голубыми глазами и огненными волосами. Милана Юсупова – самая младшая из юных героев. Десятилетняя Милана из села Бабаюрт спасла двоих детей из пожара. Ну, когда я поднималась, я слышала крики, я поднималась, я поднялась наверх, я хотела дверь открыть, но не смогла. Я два-три разотернула, дверь открылась, я хотела зачитать, там очень черный дым был. Я нос закрыла и зашла в зал, я хотела взять за руки. За руки они испугались, убежали в кухню, я за ними побежала. Я побежала в кухню, взяла за руки, вот даже когда мы уже вышли, кухня взорвалась. В будущем времени я хочу стать пожарным. Несмотря на свой юный возраст, школьники совершили настоящий подвиг. Об этом говорили почти все выступавшие. У наших детей горячие сердца. Это дети, которые так, в самую нужную минуту, необходимую, не думая ни о чем, просто совершают подвиги. Вот и когда мы всегда говорим известную фразу, в жизни всегда есть место подвигам. Оказывается, они есть не только тогда, когда военное время, а оно есть. Каждый день можно быть героем. Напомним, ранее школьники также были награждены медалями МЧС России за спасение погибающих на водах и за отвагу на пожаре. Маленькие герои, которые своими поступками доказывают, что человеческая жизнь, она очень ценна. И несмотря на то, что они могли сами пострадать, приняли такое ответственное решение и спасли брата, друга, соседей, маму свою. Потому что человеческая жизнь, она ничем не может быть восстановлена. И она нам дается один раз. Отметим, что помимо грамот и наград, ребята получили главный подарок. В августе они будут отдыхать в лагере Орленок.